Приветствую, дорогая церковь! Мир вам! Пожалуйста, занимайте свои места. Бачка, кстати, удобнее. Я зря противился два года. Вот замечательно. Благодать какая! Видно всё. Слава Богу, что есть такие технологии. Я хочу сегодня поговорить вместе с вами, поразмышлять о благодати. Благодать. Сколько много сказано проповеди о благодати, сколько песен много спет о благодати, стихотворений сколько рассказано о благодати. Благодать или спасение по благодати – это смысл всего Евангелия. Учение о благодати – это стержень протестантского богословия. Мы, будучи протестантом, видим ясно это учение в Священном Писании. И мы видим это и верим в это. Как известно, знаете, что нам, людям, свойственно впадать в какие-то крайности. Правда? Это не обошло и не обошло и христианство. Например, католическая церковь настолько увлеклась важностью добрых дел в жизни христианина, что к 15 веку такая крайность привела, вот, увлечение добрых дел привела к тому, что спасение совершается, они верили в то, что спасение совершается исключительно только добрыми делами. Более того, к 15 веку католическая церковь начал продавать индульгенции. То есть, индульгенция – это латинское слово, означающее освобождение от наказания за грехи. И вот, когда католический монах Мартин Лютер начал глубоко исследовать Священное Писание, то он обнаружил, что церковь далеко уклонилась от Евангелия. Он обнаружил в Евангелии, что прощение грехов, спасение дается по благодати, но не по добрым делам. Вы знаете, на сегодняшний день многие христиане, приняв учение о благодати, к сожалению, пришли к другой крайности. Многие христиане, а именно, пришли к вседозвольности, они пришли к выводу, что если ты спасен по благодати, значит, тебе можно делать все, что угодно. Все равно тебя Господь спасает по благодати, и твои дела не играют никакую роль в спасении. На самом деле, дела не играют роль в спасении, но вседозвольность – это уже далеко. Я хотел бы вместе с вами в нескольких проповедях поговорить именно о благодати, о ее значении и влиянии на жизнь христианина. Для нашего размышления мы посмотрим с вами на вторую главу послания Титу. Вторая глава послания Титу. Сегодня прочитаем с вами два стиха. Это Титу, вторая глава, 11-12 стих, но сосредоточим наше с вами внимание только на одном стихе, на 11-м стихе. Итак, Титу, вторая глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Аминь». В этих словах апостол Павел представляет Титу благодать с двух сторон. Одна страна – это спасительная благодать, как мы здесь прочитали в 11-м стихе, благодать, которая спасает. И другая страна – это научающая благодать, благодать, которая учит. Причем второй стране, то есть научающей благодати во второй главе уделено большее внимание. Предлагаю сегодня начать наше размышление вот над этими составляющими, над первой составляющей спасительной благодати. Тема моей проповеди так и называется «Спасительная благодать». Возможно, у многих из вас этот стих, который мы с вами прочитали, 11-й стих, Титу, 2-11, находится в коллекции золотых стихов. Вы его знаете наизусть, вы его помните, может быть, он у вас висит на стене, украшает ваш дом. Мы прочитали, ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Это действительно замечательный текст. Мне было интересно узнать, почему этот текст начинается с союза «ибо» или «потому что». Если кто-то из вас хорошо изучал грамматику языка, может быть, русского, английского, еще лучше, если греческого, то наверняка вы знаете, что когда в тексте или в речи используется союз, такой как «ибо», «потому что», «for», «because», то этот союз всегда связывает то, что было сказано или написано ранее, с тем, что будет дальше. Еще точнее сказать, данный союз указывает на то, что после союза вся изложенная информация является объяснением того, что было сказано раньше. Таким образом, 11 стих является объяснением того, что апостол Павел написал раньше к Титу. На мой взгляд, союз «ибо» связан с первым стихом второй главы. Здесь написано «ты же говори то, что сообразно здравом учении». Почему я так считаю? Почему я считаю, что «ибо» относится к первому стиху? Потому что в первом стихе речь идет об учении. То есть апостол Павел повелевает Титу учить церковь. А в 12 стихе, это после 11, тоже речь идет об учении. Когда он говорит о благодати, он говорит «научающее нас, чтобы мы» и так далее. Другими словами, жить по благодати – это не жизнь вседозволенности, но жизнь дисциплины. После первого стиха апостол Павел уточняет, кого необходимо учить. Он перечисляет со второго стиха разные категории людей в церкви, которых необходимо учить, которых необходимо направлять в учение. Это старцы, это старицы, это юноши, это рабы. И таким образом не потеряется смысл текста, если после первого стиха, например, если мы прочитаем сразу 11, получится так. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человека». Другими словами, апостол Павел повелевает Титу учить и преподавать здравое учение, которое под собой имеет прочное основание – это благодать Божия. Апостол Павел показывает в этих стихах, что благодать тесно связана с поведением христианина. Он показывает, что благодать напрямую влияет на жизнь христианина. Благодать является основанием здравого учения. И все, что со второго по десятый стих – это детали и некоторые уточнения, о чем нужно учить церковь. На какие сферы жизни христианина необходимо обратить особое внимание. На самом деле, братья и сестры, в жизни христианина не должно быть таких вещей, которые несовместимы с благодатью. Если Господь позволит, то мы еще поговорим об этом в другое время. А сейчас давайте вернемся к 11 стиху. На данном стихе мы остановим сегодня наше внимание. Итак, спасительная благодать. Что же говорит текст, вот этот короткий, замечательный текст о спасительной благодати? Во-первых, текст говорит об источнике спасительной благодати. Во-вторых, текст говорит о смысле спасительной благодати. И в-третьих, он говорит о размахе спасительной благодати. Давайте поговорим о всех этих трех аспектах спасительной благодати. Во-первых, спасительная благодать исходит от Бога. Обратите внимание на первую фразу, которую мы прочитали в 11 стихе. «Ибо явилось». Что значит «явилось»? Оригинальное слово можно перевести фразой «была явлена на показ». То есть благодать можно было увидеть своими глазами. Но каким образом можно увидеть Божью благодать? Как на самом деле благодать явилась? Откуда мы знаем, что Бог действительно явил свою благодать человечеству? Для того, чтобы лучше понять эту истину, прочитаем еще один текст Священного Писания, который записан 2 Коринфянам 8-9. Там написано, вот в этом стихе идет объяснение как раз, то, о чем мы говорим. Здесь написано «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Очень интересный текст. Апостол Павел пишет в послании Коринфянам, что вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. Вы знакомы с этой благодатью. Но в чем же смысл этой благодати? Апостол Павел в 2-й части стиха объясняет верующим Коринфянам, что Он, Христос, будучи богат, обнищал ради вас. Это и есть благодать. Это и есть проявление благодати Божьей человечеству. К пришествию Иисуса Христа на землю, братья и сестры, это и есть благодать. Сам Христос – это и есть благодать. Другой важный текст Священного Писания, Иоанна 1, 14, написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью. Буквально означает, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Сейчас мы вступаем, по крайней мере, Америка вступает в сезон Рождества. На самом деле Рождество Христово, братья и сестры, это и есть праздник благодати. Бог явился воплоти. Христос пришел на землю. Там, в Вифлееме, благодать была явлена. Наверняка вы знаете, что есть вероучения, а также есть отдельные христиане, которые, ну, Рождество не празднуют. Не то, что они там против елки или против гирлянд, они вообще Рождество не празднуют никак. Они апеллируют это тем, что, ну, Христос же нигде в своем учении не заповедовал, нигде же не написал Евангелие, и так посему повелеваю вам празднуйте мое Рождество. Вот о смерти написано, что смерть мою вспоминайте, а о Рождестве ничего не написано, Христос не заповедовал. И они говорят, поэтому мы не должны праздновать Рождество. Так оно и есть. Христос нигде не повелевал праздновать Рождество. Вы знаете, лично я с великими удовольствиями вспоминаю это событие. Когда Христос родился? Почему? Потому что его приход на землю для меня имеет величайшее значение. Он принес на землю благодать. Он принес спасение грешникам на землю. Как я могу это проигнорировать? Как я могу этого не заметить? Как я могу относиться к этому абсолютно равнодушно? Три дня назад, утром, 25 ноября, в России произошла большая трагедия. На одной из шахт Кемеровской области произошло задымление, которое унесло как минимум 70 человек. Вероятно, что причиной задымления стал взрыв метана. И возможно, что до сих пор на глубине шахты находятся люди, судьба которых неизвестна. Среди погибших есть еще и спасатели. А теперь представьте себе, что вы являетесь одним из работников этой шахты. Вы попадаете в эту большую беду. Вы видите, что многие вокруг вас уже погибли, уже не дышат. Вы понимаете, что вы тоже на пути к смерти. Ваши минуты, они сочтены. Но вдруг, неожиданно для вас, рядом с вами, оказался спасатель, который, рискуя своей жизнью, подошел к вам и вытаскивает вас полуживым с этого ада. Вас отводят в больницу, и в конечном итоге у вас все хорошо, и вы невредимы. А теперь подумайте, как будет выглядеть чисто по-человечески, если вы ни разу даже не вспомните своего спасателя. Или если вы не скажете элементарное спасибо тому человеку, который вас спас. Как минимум, это будет некрасиво. Не так ли? Нормальный человек не просто скажет спасибо много раз, но он всегда, где бы он ни находился, он всегда будет вспоминать имя этого человека, будет всем рассказывать. Он мне дал, как будто бы вторую жизнь. Как в рубашке родился, да, говорят. Как будто вторая жизнь у меня началась после этого. Он всегда будет хранить имя этого человека в своей памяти. Возможно, спасенный человек повесит фотографию своего спасителя или спасателя на стене и будет смотреть на нее и быть благодарным за то, что он спас его. Он всегда будет стараться искать любую возможность, чтобы поблагодарить этого человека. позвонить, поздравить с Днем Рождения, поздравить с Новым Годом или другие какие-то события, оказать какое-то внимание. Почему? Потому что этот человек для него дорог. Он спас его. Он в каком-то смысле сохранил ему жизнь. Для нас, братья и сестры, праздник Рождества – это возможность не просто сказать слова благодарности Христу, потому что он пришел в этот мир и спас нас. Но более того, мы в эти дни хотим поособену поклониться Иисусу Христу. Почему? Потому что он достоин всей славы. Знаете, никто вас не заставляет праздновать Рождество. Это ваш выбор. Быть черствым к приходу Христа на земле – это ваш выбор. К сожалению, христиане с подобным взглядом, в стремлении исполнить букву Писания, я в кавычку скажу, не заметили, что упустили самое главное – это дух Писания. В погоне исполнить букву Писания забыли самое главное – исполнить, увидеть дух Писания. Итак, «Ибо явилась благодать Божия». Посмотрите, благодать не просто была явлена на показ человечеству, или, как мы прочитали титул, «явилась». Очень важно помнить тот факт, что сам Бог активно участвовал в этом. Мы прочитали с вами, что благодать принадлежит именно Богу. Явилась благодать чья? Божия, да? Мы так и прочитали. Речь идет о том, что приход Иисуса Христа на землю – это и есть благодать Божия, Бога Отца. Бог так захотел, Бог так решил послать Иисуса Христа в этот мир. Именно Он является источником этой благодати. Не задумывались ли вы о том, что двигало Богом проявить свою благодать к человечеству? Не задумывались ли вы о том, что Его составило послать Иисуса Христа в этот мир? Лично у меня нет другого объяснения, как признать тот факт, что движущим фактором Божьей благодати являлась Его любовь. Братья и сестры, любовь Божия, она является причиной Его благодати. Бог любит человека и поэтому проявил свою благодать к нему, даруя спасение. Библия очень много говорит о Божьей любви. Например, мы знаем Иоанна 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вот она благодать. Любовь и благодать, они тесно связаны друг с другом. Как видите, братья и сестры, Бог Отец, Он активно участвовал в том, чтобы спасти человека. Именно Он послал Иисуса Христа на эту землю умереть за наши грехи. И Он является источником благодати. Кстати говоря, Бог Нового Завета, мы уже как-то говорили с вами, что это тоже самый Бог и в Ветхом Завете. Некоторые пытаются разделить. Ну вот, как будто бы им кажется, что Бог Ветхого Завета более как Бог строгий, а вот Бог Нового Завета как-то Бог больше любви и благодати. Я скажу, что, и мы уже говорили с вами, это тот же самый Бог. Бог гневается, как в Ветхом Завете мы видим, как и в Новом Завете. Мы видим с вами, что и в Ветхом Завете Бог любит, и в Новом Завете любит. Посмотрите, из Екиля 33 глава 11 стих, это Ветхий Завет. Посмотрите, как Ветхий Завет повествует о Боге, о Боге благодати. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать, вам Дом Израилев? Не хочу смерти грешника. Это разве не благодать? Мы видим с вами, что Бога благодати, Господь говорит, не хочу. Я хочу, чтобы грешник жил. Я хочу, чтобы он обратился от своего пути. И Божий призыв обратитесь, показывает, что Бог благ. Бог полон любви и благодати. Ибо явилась благодать Божия. Как это вообще помогает мне в моей христианской жизни, понимая это? Как знание того, что Бог является источником благодати, как это, или инициатором его спасения, как это должно влиять на меня? Как это должно влиять на мою практическую жизнь? Осознавая это, понимая это, что Бог есть Бог, благодать и любви, это я понимаю больше сердца Бога. Я понимаю тот факт, что Он захотел спасти человечество. И в частности, меня, и такое понимание приводит меня к поклонению перед Ним. Слово Божие говорит и песенам 2 глава 8 стих 9. «И благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Братья и сестры, наш Бог – Бог великий. Это Бог благодати. Его любовь к нам, грешникам, она просто непостижима. Мы, христиане, будучи спасены по Его милости, мы дорожим нашим Спасителем Иисусом Христом. Но для нас Господь является самой великой драгоценностью. Вот почему для нас каждая возможность собраться вместе – это не просто провести совместно время, поговорить о чем-то, поразмышлять о наших проблемах, о наших болячках, о наших делах, о рыбалке. Нет. Мы собираемся, потому что мы хотим поклониться вместе Богу, мы хотим прославить Его, Он достоин всей славы. Вот почему сегодня мы здесь. Всякий раз, когда мы приходим в Его присутствие, мы приходим не только послушать Его Слово, но мы хотим поклониться Ему, поклониться Богу благодати. Но не только это. Мы уже сказали, что источником спасительной благодати является сам Бог. Это первый аспект спасительной благодати. Во-вторых, смыслом спасительной благодати является спасение грешника. То есть спасительная благодать, она приносит спасение. Ибо явилась благодать Божия спасительная. Посмотрите, Божья благодать, она не просто явилась во Христе и принадлежит Богу. Но у Божьей благодати есть конкретная цель – спасти человека. Бог в лице Иисуса Христа, Он являет Свою благодать. Через Христа Бог спасает человека. Отчего же Бог спасает человека? Некоторые ожидают от Бога, что Он спасет их от каких-то неприятностей. Они стараются огородить себя иконами. Они рассчитывают, что эти иконы, что Бог будет охранять их от каких-то неприятных вещей. Другие ожидают от Бога, что Он будет их спасать, охранять на дороге, от аварий. Я видел в России, как около одного православного храма водитель подъехал для того, чтобы священник осветил ему машину. Вышел батюшка с кадилом, вышел со святой водичкой, побрызгал машину вокруг. И водитель такой счастливый, заплатил денег, такой счастливый, прилепил иконку на панели своего автомобиля и поехал. И он думает, что все теперь у него нормально. Парадокс, знаете, заключается только в том, что потом многие водители на этих машинах освещенных едут и совершают преступления. В этих же машинах они потом изменяют своим женам, причем в присутствии икон, которые они поместили на панель своего автомобиля. Но они убеждены, что Бог просто обязан их охранять. Бог просто обязан охранять их автомобиль и их от аварии, от всего нехорошего. И они такого себе Бога представляют. Другие ожидают от Бога, что Он будет спасать их от болезней. Но не для этого явилась благодать Божия. Не для этого Христос пришел на землю. Когда Христос пришел на землю, да, Он воскрешал, Он исцелял, Он кормил, Он укращал стихийные бедствия. Но Он не пришел на землю охранять наши автомобили и наши дома. Однажды, когда Христос накормил, уже, брат, вспоминал этот текст, я тоже вспоминаю, накормил Христос более чем пять тысяч человек двумя рыбками, пятью хлебами. Написано, что после этого Он удалился. И на следующий день, когда Он был на другой стороне озера, вместе со своими учениками на той стороне озера оказались и люди, которых Он накормил. И вот посмотрите, мы читаем 6 глава Иоанна 24 стиха. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И найдя Его там, на той стороне моря, сказали, «Муравьи, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленой, но о пище пребывающей жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печаль Свою Отец Бог». Посмотрите, накануне народ был накормлен, но на следующий день они стали искать Иисуса. На следующий день на другом берегу Иисус обличает их в том, что они ищут не Его. Они ищут не потому, что они жаждут Иисуса Христа, не потому, что им нравятся Его проповеди замечательные, не потому, что они принимают Его как Мессию, потому что они ели и насытились. Они стали снова искать то, что они вчера нашли, что они вчера пережили. Они стали искать бесплатный обед. Им очень понравилось. Как хорошо, что появилась бесплатка. Они сели на лодке и поплыли на ту сторону. Снова думали, что Христос будет их кормить там. Но, увы, Христос уходит от них, удаляется от них. Вы должны искать Царствие Божие, вы должны меня искать, а не еды. Когда читаешь в Евангелии другие тексты Священных Писаний, мы видим, что народ по большому счету шел за Господом не из-за того, что им действительно понравились проповеди Его, обличения, что они приняли Его как Мессию, но для того, чтобы удовлетворить свои какие-то физические потребности, чтобы накормил, чтобы исцелил, чтобы воскресил и так далее. Ибо явилась благодать Божия спасительная. Посмотрите, на самом деле, для чего пришел Христос. Посмотрите, на самом деле, от чего Он спасти пришел нас. Ангел Господень является Иосифом во сне. Матфея, 1 глава, 20 стихе, 21, дает ему откровение об Иисусе, который должен был родиться от Марии. И ангел говорит, но когда он помыслил, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Христос пришел на нашу землю не для того, чтобы показать нам пример, как жить хорошо, как мы должны подражать Ему. И мы часто слышим это, что Христос пришел на эту землю, чтобы дать нам пример. Все. И больше люди дальше не идут, больше ничего не говорят, больше они не видят во Христе ничего. Он не пришел на землю для того, чтобы научить нас какой-то морали, не для того, чтобы исцелять, воскрешать людей из мертвых, но ангел сказал, он пришел на землю с одной целью, спасти людей от грехов. Именно так мы с вами и прочитали. Дорогой друг, если ты еще не понял ценности Божьей благодати, то сегодня как раз в то время, когда тебе нужно оценить ее. Возможно, ты сегодня вместе с другими празднуешь Рождество, но никогда не задумываешься о том, что Рождество значит лично для тебя. Если ты по-серьезному задумаешься о том, ты обязательно придешь к осознанию ценности этого праздника. В рожденном младенце ты увидишь Божью благодать, явленную для тебя лично. Да поможет тебе сегодня Господь прийти к нему, увидеть в нем свое спасение, найти в нем прощение грехов, увидеть в нем смысл жизни. Итак, источником спасительной благодати является сам Бог, смыслом и целью спасительной благодати является спасение грешников, и в-третьих, величие спасительной благодати заключается в ее доступности. Спасительная благодать доступна каждому человеку. Мы так и прочитали с вами, ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Что это значит? Если Божья благодать явилась для всех человеков, то почему же не все люди получают спасение? Каждый день, знаете, люди тысячами уходят в погибель без Бога. Люди умирают без Бога. Каждую секунду во всем мире умирает 1.8 человек. Пока вы моргнули глазом, несколько человек во всем мире уже умерло. Моргнули еще раз, еще несколько человек умерло. Кстати говоря, вы можете в режиме реального времени в интернете посмотреть, вот как люди во всем мире умирают. Карта нарисована, там статистика, как рождаются и умирают. И вот огонек загорелся, умер человек там, в Африке. Огонек загорелся, в Америке умер. Загорелся где-то в Астралии. И ты наблюдаешь, как люди во всем мире в эту секунду умирают, 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 точки загораются, то и дело. Люди умирают, но не все спасаются, хотя благодать Божья дана абсолютно всем людям. Мы так с вами и прочитали. Кто-то погибает в аварии, кто-то умирает от короны, кто-то в шахте, кто-то от шальной пули и так далее. Люди умирают. И очень часто неожиданно для них самих. И большая часть из них, скорее всего, не собиралась так быстро умирать. Они хотели пожить еще. Они не собирались умирать прямо сейчас, в эту секунду. Но более того, большая часть из них, скорее всего, не думала о вечности по-серьезному. Люди сегодня живут, крутятся, работают, суетятся, но для того, чтобы остановиться и подумать о вечности, у них нет времени. Но они умирают. Если многие люди сегодня уходят в вечность без Бога, идут в погибель, тогда почему же апостол Павел говорит, что спасительная Божья благодать была явлена для всех человеков? Я посмотрел на различных богословов, на толкование различных богословов, разных взглядов богословских, и практически все в один голос протестантские богословы мира верят, американские, русские, разные, что речь идет о достаточности Христовой жертвы. Другими словами, если бы люди во всем мире захотели бы уверовать, просто вот в одну секунду, просто все решили поверить за Богом, поверить в Бога, уверовать в Иисуса Христа, то жертвы Иисуса Христа было бы достаточно. И когда апостол Павел говорит, что явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, речь идет о ее и о доступности, и о достаточности. Слово Божье говорит, что есть один путь для того, чтобы спасительная Божья благодать была применима каждому человеку в отдельности. Есть один только путь. Это уверовать в Иисуса Христа. Христос сказал, Марка 16, написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот так вот очень просто. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот такой очень простой путь. Но люди не видят вот этого пути, не видят вот этого спасения, что очень так просто уверовать в Иисуса Христа и иметь жизнь вечную. Просто кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но люди не хотят. В 2018 году, в июле месяце, весь мир затаил дыхание. В ожидании того, получится ли найти группу тайванских подростков, футболистов в количестве 15 человек. Они пропали без вести. Несколько дней их не могли найти. Последний раз их видел продавец в магазине, который продал им некоторые еды. Они купили еду по поводу дня рождения одного из ребят. и после этого они пропали. Через несколько дней перед входом в одну из знаменитых пещеров Тайваня спасатели обнаружили велосипеды. Стало ясно, что ребята находятся в пещере. Но проблема заключалась в том, что пещера была затоплена водой. Все новости буквально мира говорили об этом, все наблюдали об этом, что же будет дальше. Как будто бы весь мир затаил дыхание. Что же будет и что же происходит с этими ребятами вот с футбольной командой. Там было от 12 до 16 лет. Ребята родители переживают, правительство переживает, люди переживают. И вот они зашли в пещеру, но не могли выйти из нее, потому что пошел сильный дождь и затопил вход в пещеру. Он затопил не только вход в пещеру, но и другие части пещеры. Сложность заключалась в том, что некоторые части пещеры были настолько затоплены, не только затоплены, но еще очень узкие, где-то 40 сантиметров буквально. Вот толщина прохода из одного отделения в пещеру другую было, 40 сантиметров. И все это было под водой. Команда удалилась вглубь пещеры, чтобы уйти от воды, спасаясь от прилива воды. И никто не знал, что с ребятами на самом деле происходит там в пещере. Была организована спасательная операция, подключили опытных акваландистов. Понадобилось 9 дней, прежде чем обнаружить ребят в глубине пещеры. Еще понадобилось 8 дней, чтобы спасти последнего футболиста. 16 дней в холоде, во мраке и 9 дней практически без еды. А теперь представьте себе, что вы оказались вот на том месте, на месте этих ребят. Вы заходите вглубь пещеры, вы наслаждаетесь, вы развлекаетесь, вы фотографируете все интересное вам, вы хотите запечатлеть как можно эпизоды в своей памяти. Иногда вы пролазите через какие-то узкие щели, чтобы пролезть в другое помещение пещеры, чтобы посмотреть, что там находится. И вот, нагулявшись, нафотографировавшись, посмотрев все, вы решаете вернуться назад. Но вы понимаете, что вход в пещеру затоплен водой. Это ужасно. Вам ничего не остается делать, как искать место, безопасное место, где нет воды. И вы удаляетесь на длину 2-9 майлов, и по разным подсчетам ребята пророделали около 10 километров там по пещере, чтобы найти более-менее безопасное место, возвышенное место, чтобы вода их не достигла. Тем более, вы плавать не умеете, как эти ребята, никто из них не умел плавать. На 9-й день вы видите, к вам приближается лучик света, лучик надежды. Это спасатели ищут вас. Они вас обнаружили. Спасатели пришли для того, чтобы спасти вас. Они говорят, что знают, как вывести вас из каменной тюрьмы. Они говорят, что у них есть все необходимые ресурсы и возможности. И есть кислородные баллоны. И все у них есть, и они могут вас спокойно оттуда вытащить. Вы просто должны поверить, что от вас требуется. Вы просто должны поверить спасателям и следовать за ними, безукоризненно подчиняясь абсолютно всем указаниям. для того, чтобы спастись из этого каменного ада, вам нужна вера и полное доверие вашим спасателям. Если вы им не доверяете и отказываетесь следовать за ними, то вы обречены. Другого варианта у вас нет. Представьте себе, что вы там в глубине пещеры. Спасатель, который приплыл туда, предлагает вам спасти, но вы отказываетесь. Вы скажете, что глупо отказаться от помощи, правда? Почему бы не согласиться, а не последовать за спасателями? Тем более, что им можно доверять. Мы видим, что они пробрались как-то вот сюда, к нам. У них получилось добраться до нас. Они проделали очень тяжелый путь через щели, под водой. Они пролезли, принесли с собой баллоны как-то вот эти кислородные. У них получилось это сделать. Есть смысл довериться им и последовать за ними. Они знают, как выбраться отсюда. Им можно и нужно доверять. Вы соглашаетесь, вы подчиняетесь и следуете за спасателями для того, чтобы быть спасенными. Насколько глупее, братья и сестры, поступают сегодня люди, отказываясь от спасительной Божьей благодати, которая явилась в этот мир, чтобы вывести нас из тьмы к свету. Но многие люди не хотят принять этого спасения. Одни сомневаются в том, что действительно Христос может их спасти от греха, от вечного осуждения. Другие предпочитают оставаться во тьме. Им просто не нравится свет. Они предпочитают жить под девизом «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем», нежели доверить свою жизнь Иисусу Христу и выйти с этой могилы, с этого ада, вместо того, чтобы довериться Христу, к нам на землю, который спустился в эту пещеру и прошел все трудности и знает, как вывести нас отсюда. Вместо этого люди не доверяют ему и живут сами, как хотят, идя в погибель. Некоторые находятся такие, которые говорят, а я не просил Бога меня спасать. Зачем он умер за меня? Ведь я не просил его об этом. Вот так вот глупо люди выглядят. Вот если бы мы вспомним вот эту пещеру и люди бы вот так вот реагировали, да, и мы бы там находились и видели вот это. Было бы очень глупо. Насколько глупее поступают люди, играясь с вечностью, когда речь идет о их душе и о вечной судьбе. Люди беспечны сегодня к своему спасению. Дорогой друг, пока ты не поймешь, что ты в тупике, пока ты не поймешь, что ты обречен, ты не сможешь получить спасение. Спасительная Божья благодать не вытащит тебя насильно оттуда, надо, чтобы ты поверил, что ты действительно в беде, что ты обречен, что ты действительно погибаешь. Твое спасение может начаться с осознания того, что тебе нужна помощь. Ибо явилась благодать спасительная для всех человеков. Христос спустился в эту пещеру, к нам на землю спустился для всех людей. Те люди, которые поверят, кто будет веровать и креститься спасен будет. Что нужно сделать человеку? Просто уверовать в Иисуса Христа, последовать за Ним, поверить и пойти за Ним, доверить свою жизнь в руки Его и будешь спасен. Но люди не доверяют свою жизнь Христу, не хотят. Очень беспечно сегодня относятся к своему спасению. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Библия говорит, что нет праведного ни одного. Библия говорит, что однажды человеком положено умереть и потом суд. Библия говорит, что Христос пришел взыскать и спасти погибших. В этом и есть благодать. Братья и сестры, каждый человек когда-то предстанет перед Богом. Днем раньше или позже, минутой раньше или позже, секундой раньше или позже, но когда-то обязательно это событие произойдет в жизни каждого человека. Каждую секунду люди умирают. Однажды наступит и твоя секунда, и моя секунда. Все человечество оказалось в этой ловушке и есть только одна личность во вселенной, которая может и хочет спасти. Это Иисус Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, Он не пришел в эту пещеру и говорит, вы что здесь находитесь, я пришел, чтобы посудить вас, да? Нет, Он не пришел судить, но чтобы мир спасен был через Него, Он пришел в эту ловушку, пришел в этот мир, чтобы дать нам спасение, вытащить нас оттуда и предлагать спасение. 18 стих, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, вот почему он хочет оставаться в пещере, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Да благословит всех нас Господь, каждого из нас, каждого слушателя быть в числе спасенных. 2 Коринфянам, 6 глава, я заканчиваю проповедь вот этим стихом замечательным, 2 Коринфянам, 6 глава, 2 стих, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Прославим Господа, поклонимся ему за то, что Он явил нам свою благодать. Аминь. Давайте помолимся.